Все, настал следующий день, мы едем на уколы, леди, садца, и взяли на всякий случай, ему операцию надо делать. Валерик вылечил, глазки как и были, когда я подобрала железы слезные, нужно все-таки делать операцию, сейчас посмотрим. О, ты разорвала все? Она единственная, у кого нет имени, сейчас по дороге придумаем. Ну все, леди, давай, моя ты девочка. Леди, ты что? Леди скулит. Да. Леди, бедненькая, леди, сейчас мы, Вася, положение исправим, все, переживай, мы здесь уже. Леди, скажи, берут меня сейчас на уколы, отвозят, скажи, вы че? Леди, ты что? Что такое? Ты в себя поверила уже, да? Ты уже стала активнее, а то была как и полудохлый труп. А мы забыли лекарства, лекарства забыли, спасибо, мам, спасибо большое. Дождь начинается, кажется, дождь начинается, мы уже все проверили. А, цаца доставай, она у меня на коленках попоедит. Прикинь, она весила 4700, когда соседи прибежала, я говорю, она даже 5 килограмм не весит, взвешиваем она 6100. Говорит, хорошо вы кормите ее. Я говорю, ну да, мы всех хорошо кормим. Цаца, бедняжка наша, а? Язык еще хуже стал. Ну, укололи такой болючий укол и бедный. Она орала? Она орала жестко. Подожди, да, я засуну. У цаца язык стал еще хуже. Рамку себе шов, разлезала в кровь вокруг там жестко, они все ужаснулись. Я сразу попону купила, ну, я попону до этого купила, мы надели, они обработали, все надели. Вот, цаца, ты даешь вообще, сумасшедшая женщина такая, а? Здорово! Привет! А что ты тут стоишь постоянно? Мелочи и сигареты прошу, у вас мелочи не будет. А, все у нас будет, а почему ты просишь? Они, кто дают, папы и родственники мои, живу на это. А, живешь на осамок ты откуда? Ну, здесь живу. Там дом у тебя есть? Да, дом, аккуратный. Аккуратный. Дом аккуратный? Не, я аккуратный говорю, ладно, все хорошо. Все хорошо у тебя? И дождь и снег ты тут стоишь, да? Дождь и снег стоит. А почему мы с тобой разговариваем, ты туда смотришь? А просто на зеркало смотрю. А, на зеркало смотрю? Да, я смотрю просто. А, я понял. Ну, ты тут часто, да, стоишь? Часто, да, ну, стоишь. А тебе сколько лет? 22. 22 года и ты тут стоишь? Да. И не хочешь в Москву куда-то поехать, поработать, заработать? У меня денег нет на Москву, дорого. Билет, да? А сам что умеешь? Билет 13 500 стоит. 13 500 или 2,5 стоит? 13 500. А не проще в самолет, там, с минут за 3 тысячи прилететь? Да не знаю. Спасибо. Да. Ну, постоянно, да, говоришь, стоишь, стоишь? А почему ты иногда стоял с яичками, я видел, с яйцами? Нет, с яйцами я не стоял. Не стоял? А еще кто-то, кто-нибудь, кто-то кроме тебя стоит? Так, я у себя ставлю 2 рубля для рассады. Вы на полоски едете? Да, как ты определяешь? Не довезете меня? Да мы не можем. А для чего тебе на полоски? Мне надо. Не, не, мы так и не можем. Ну ладно, все хорошо. Знаешь почему? Я понял. Понял ты, все правильно, ты понял. Все, с Богом. Аккуратно стой, ты на трассе лучше прячь все туда. А почему? А зачем ему на полоски? А? Я ничего не поняла. А почему я его так и не взял? Угу. Потому что, представляешь, что там с ним будет, а мы его взяли, привезли туда. Ну да, да. Нас там будут спрашивать потом. Ну да. Вдруг что с ним там будет. Да, да, да. Понимаешь? А так мы остановились, спросили, почему стоит. Это узнали, поэкализовались. У нас уже... Да, что-то видишь, он какой-то этот... В общем, это мы сняли паренька, который постоянно стоит. Морозы, не морозы. Он постоянно стоит. Мы не понимали, почему он стоит вот так. Туда едем, назад едем. С утра до вечера стоит. Мы просто остановились поинтересоваться. Что, на капотой? Ну что она делает? Она тянет. А, нахуй. Она тянет, пытается разодрать. Отрезать любыми способами, конечно. Смотри, она как тянет. Вот так она через живот разобрала. Ребят, Луна стремительно идет на поправку. Вы уже видели, как она прибавила вес. И наконец-то появился животик. У нее восстанавливается стул. Я больше не даю ей препаратов. Она сама идет на поправку. Потому что я ей уже очень много дала и лекарств, и перебиотиков, и так далее. Поэтому Луна ищет очень добрые ручки. Пожалуйста, присмотритесь. Спасая Луна, вы спасете еще очередного какого-нибудь подобриша. Потому что Луна освободит место. Все в ваших руках. Посмотрите, какая пампушечка. Пампушечка. Луна пампушака. Так что ждем от вас видео. Отправляйте моему менеджеру. Видео себя. Видео условий. Видео себя. То есть вы говорите, что мы видим, что вы реальный человек, что вы не ребенок. Вы говорите, здравствуйте, меня зовут так-то, мне столько-то лет. Я бы хотела взять там такого-то питомца, какого вы хотите. Ну, чтобы мы убедились. Мы же так не сможем понять, понимаете, да, по буквам. Нам очень много пишут детей. Ой, на ее ушки. В парню мы этому взяли какие-то килограмм шпиканчиков, хлеб темный, нарезной, кирку, финский сервилат. А почему темный его хлеб? Ну, там только этот был хлеб из-за этого. Майонез, кетчуп и пюрочку такую взял. Тут написано 8 порций. Ну, завалить будем ехать, отдадим туда. Багиру выпустили из скоти комнаты. Нифига себе, вот это у тебя таланты. Я просто ставлю руку. Все, она уже в восторге. Говорит, я так долго была закрыта. Игаяна. Такая ласковая кистика, вот такая. Так, сюда нельзя, все, я работаю. Нельзя. Смотрите. Игаяна опять отправила, говорит, тут шеи куриные, тут ножки и овсянку взяли, 5 килограмм. А вот это вот все, 1750 рублей. Ну что, мы приехали в следующий день в клинику с Ацей, с Леди. Леди уже ведет себя, как будто моего хозяева. О, Валера загружает. Сделали уколчики, анализы еще не пришли. Но говорят, животик отвис у нее. Опять мы загружаем собаку, опять дождик начинается. Так, развернись, Леди наша. Как, Леди, что было? О, Валер, тут новенький к нам хочет, наш котедом. Ой, чик-чик-чик, я детский хвостик потерял, а? Ай, ты собака! Все, отца теперь и делали попону новую, я купила. Вот старая, она маленькая. Иди, этот Леди, спать. Сделали уколчики, все сделали. Ну, сказали, вроде, язык уже чуть-чуть получше. Отдали вчера 850, сегодня 750. Так, каждый день. А первые дни вообще по две с чем-то отдавали. Вот и за Леди. Валер, зачем? Вот и наша потеряшка. Она боится. Не, она дается в руки, но такая осторожнее. Вот, давай, и домой. Дора дома. А где, кстати, Луна, Валер? А вот она стоит. Вот это у нее ушки, смотри, какие. О, оперилась. Как папа мне любит говорить. Оперилась. Да, пап? Ладно. Вот подписчики, знайте. Доброе утро. Проснулась я сегодня в 4 часа утра. На Дору, посмотрите. Скоро поедем в Германию. На ее кайфушную морду. А это цаца, ее величество. Это ее кайфушничество. Или это кайфует? Кто лучше кайфует, скажите, пожалуйста. Или вот это? Я почти смонтировала ролик про море. Он Арес орал всю ночь. Сказал, выпускайте меня из клетки. Я больше не желаю там сидеть. О, добился своего. Видите? Добился своего, конечно. Скажу, о, надо побольше орать. Расширят мне жилплощадь. Положила вот такой манежик, что мне с посылочкой прислали. Кто прислал, спасибо. Для Ареса. Дети, моя напытуська. Для Ареса пойдем покупать сегодня стационарную клетку, чтобы он был в комфорте, как и этот дымок. На эту кайфушную морду. Вот ты что орал. Ой, не помню. Вот ты что орал, Арес. Да ты мой шляпкий понтик. Вот ты что кричал. Моя морчалка. Давайте мы его поглядим. Мы его поглядим. Эту шляпкую мордошечку. Ай, ай, ай. Все, закрываем тебя. Нельзя открывать. Должен быть на стационаре. Все. Кузьма Дмитриевич совершается совершить побег. Точнее, собирается. И, видимо, у него неплохо получается. Он спрыгивать не очень хочет. Он говорит, я хоть и слепой, но спрыгивать мне высоко. И у тебя лапа застрянет. Точнее, может. О. Ганна, спасибо. Все, будем прыгать. Опа. О, и пошли. От бедра, от бедра. Главное, от бедра. И знает, где дверь находится. А где пакет? Сзади. Сейчас, прои, прои, прои. А тебя как зовут? Вова. Вова? А отчество как? Павлович. Владимир Павлович, да? Мы тебя тут чуть покушать привезли. Сейчас я тебе дам. А вчера где ты был? Я тут же стоял. Вчера? Мы не нашли. Мы тебя искали и так и не нашли. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Все, когда будем проезжать, при возможности... Да. Ну все. Хорошо. Владимир Павлович, давай. В общем, ребят, приехали мы опять в Георгиевск с леди Ассоциацией. Вышла сейчас на тысячу с чем-то рублей, но дело не в этом. Дело в том, что у леди совсем все плохо с анализами. У него обнаружены паразиты в сердце и в легких. И если в легких еще не так страшно, то в сердце, если мы их убиваем, они могут сделать тромб, собака может умереть и все. Но развиваться им дальше мы позволить тоже не можем, потому что собака может погибнуть. Все, что у нее, это очень-очень-очень плохо. Но оставлять, чтобы они размножались, мы тоже не можем. Пойдем, пойдем, леди, мы почти до машины дошли. Малыш, пойдем. Вот, привяжи. Ты понял, да, что у нее? Нет. У кого? У нее. Что? Что у нее? У нее, в общем, черви в легких и в сердце. А в сердце они уже не вылезут. Если убить, они могут сделать тромб, а она умрет. А если не убить, они будут дико размножаться и тоже умрет. И что теперь? Убивать надо. Ну, есть вариант. Ну, короче, Альфред. Ну, скорее всего. А как они сюда попали? Ну, у нее, ну, как она говорит, я говорю, людям не передается. Она говорит, нет, с комаром они людям передаются. Или как? Я так и не поняла. А ну, покажи, как ты там выступаешь. Всю дорогу орет. В общем, ребят, вот результаты анализов в крови. Диерафилярии и в... И что это? И в сердце, и в легких обнаружены. Диерафилярии это паразиты, это черви. В сердце и в легких. Это значит, если у леди... В легких еще как-то можно потравить, там, убить и ничего не будет. В сердце нельзя, потому что они хоть и сдохнут, они останутся внутри сердцем. Оно может пойти в кровь и сделать тромб. И это она, как она сказала, практически вся вероятность к этому и сводится. Если его не убивать, то же самое. Они-то будут сильно размножаться и все равно затрамбуют сердце. Так что надо выводить их, ну, как бы убивать их. Но и в том, и в другом случае она, можно сказать, погибнет. Все, загружаем леди. Сегодня 21 марта. Кошечек леди. Всех загружаем. Идем на уколы. Георгиевская. Так, он на трассе. Подожди, 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 подожди. Вон он, вон он, малютка. Ой, сечу сумма. Какой охот. Бочонка. Встань, а я сейчас вот туда. Тут, 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 тут только будь. В траве он сидит. Ему холодно, морозы, конечно. Тихо, тихо. Ой, сейчас машина собьет. Тихо, тихо. Тихо, тихо. В��라онт. Она много. Как раз. Тихо. Аллах What? Субтитры создавал DimaTorzok